Что, друзья? Проводил он руку в эту шпильгруппу, он вроде отпускает, потом нет, ему надо обязательно все равно повыпендриваться. Опять начинает устраивать, он там тоже дерь закрыл, все, мамы нет, ушел дальше играть, отлично. Ну вот сколько я там была, 15 минут, стабильненько с ним еще там нахожусь. Вообще что-то, какое-то состояние все еще не очень хорошее, температура вроде нет. Температура вроде нет, у тебя какая-то слабость. Вчера я хорошо себя чувствовала, сегодня опять как-то странно. Ночью я вообще так пропадела. Я словно весь душа вылилась, у меня просто вся мокрая была. Хотя я опять же таки уходила, я выпила ибупрофен, температуры у меня не было, я как профилактику выпила. Чтобы побыстрее все это закончилось, нормально функционировать. Но это просто какой-то кошмар. Это просто какой-то кошмар. Я сейчас вот опять, там жарко было. Я вот шла тут вся мокрая, просто вся мокрая моментально. Вот там сегодня его дружочек пришел, но он за два месяца отвык от него, от Франака. У него, ну, друг друга даже как-то не пристали. По дороге встретила маму его. Он говорит, вот типа не ходили, потому что ногу повредил дома. Сломал, два месяца были дома. А я вижу, у них свет горит, но странно как-то, что ни на улице не видно. На улице, ладно, у нас у всех разные графики сна, мы вообще редко как-то даже пересекаемся со всеми детками. А вот в плане шпиль-группы это было странно, потому что у нас дни, они два раза в неделю ходят, а мы по пятницам ходим в музыкалку, поэтому не совпадаем с ними. Вот так вот. Тут домой. Мне надо было вчера сделать обертывание гуам, но мне осталось последние два раза с курса. Но я не делала, потому что у меня холодные обертывания из-за предрасположенности к варикозу и прочей истории. И меня при них так колбасит. А меня и без них вчера колбасило. Хотя температура не было от слова совсем, мне было 35. Вот, ну, видимо, слабость какая-то, не знаю. В общем, хотела сегодня сделать. Хотела даже утром сделать, думаю, пока ловишь в пельгруппе, но думаю, что я, наверное, буду всё-таки их делать, когда он спать ляжет. Смотрю по самочувствию. Вот. Вот так. Что из новостей у нас? Письма всё так и нету. Вот вчера получили посылку. Заплатили за растаможку 30 франков с копейками. Ещё стояла внизу, потому что я хотела наличкой заплатить. Наличку не беру, только твинт, либо на почту приезжать, на почту, понятно, я бы не поехала, а Артур приехал бы, почту уже не работала. Ой, сейчас о прикол расскажу. Сегодня утром опять искала перчатки. Я не знаю, рассказывала вам, нет. Поехала, когда последний раз мне на карнавал поездили в среду на закрытие. Я взяла перчатки, по дороге их потеряла. Обнаружила уже на станции, когда поезд подъезжал. Думаю, ну ладно, значит будет повод купить новые, если не найду. Думаю, сейчас не побегу. И билет уже куплен, и девчонки ждут на вокзале. И я поехала без перчаток. У меня, благо, были в коляске ещё варежки. И, собственно, было супер. А врат нашла. Возле дома нашла свои перчатки. Прошло буквально пару дней. Сегодня в куртку. Куртку решил утром быстро одеть, не пальто. Перекладываю из пальто перчатки в куртку. А там только одна перчатка. Я такая, а что? Как так? Видимо, всё-таки судьба мне была их потерять. Потом я вспоминаю, что я утром была в одном пальто. А после обеда была в другом пальто. И, возможно, я после обеда перекладывала перчатки в другое пальто. Залезаю в другое пальто. Там лежит вторая перчатка. Ну, всё вообще, короче. Видимо, мне в субботу уже было настолько плохо, что я не ориентировалась. Вот. А тогда перчатки я нашла вот здесь. Они лежали прям. То есть я их потеряла уже возле дома. При том, что я бежала на станцию, у меня мерзли руки. Я думаю, а я постоянно была на созвоне с девочками. Думаю, надо здесь перчатки, надо здесь перчатки. Потом думаю, ну нет. Сейчас приду на станцию, одену перчатки. Пошла на станцию, пока одна позвонила. То, что она реально бежала, пока другой позвонила. И вот так я вот тоже поезд начала подходить. Я всё-таки решила надеть перчатки, а их не было. Что так. Перчаточки нашлись, лежали, ждали меня весь день. Сейчас тоже думала, может, я их потеряла где-то в районе, ну, в гараже, но хотя вряд ли в гараже. В машине, думаю, может, потеряла. Потому что я за рулем была в тот день. Ой, что-то, ребятки, мне вообще нехорошо. Просто сил нет. Я ещё купила себе краску для волос. Видите, да, это видно. А сил покраситься нет. Сколько дней. Сейчас надо просто лягу спать. Да. Всё, Луджик выходит на улицу там. Я леку за ним. А дело опять окиндером, потому что пообещала. Они там на верхней площадке потихоньку выходят. Сейчас будут прощальную песенку петь. Но ночью, друзья, опять вообще стало плохо. Желудок разболелся. И все это время пролежало просто. Конвульсия в ожидании, когда же это всё прекратится. Что такое, я не понимаю, что такое творится. Как-то лично всё из разлетит. Поехали. Это разлыли, да, когда всё валяй вначале. Сейчас закончили. Продолжение следует... 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 А чё? Поможет. Как вам? На самом деле полезла в шкаф, чтобы достать что-то, что сегодня дети, но идёт снег с дождём. Такая непонятная погода. И хочется что-то новенькое. Из хорошо забытого старенького отец. С другой стороны, я же еду в магазин. Серьёзно. За продуктами, ребят. Не в магазин там, не в бутик какой-то. Ну такое. А как по этому платье соскучилась? Мои трикотажные. Ну ещё, конечно, из-за того, что у меня тут опять почему-то пришли мои товарищи. Они всё так идеально сидят. Надо уже быть после отпуска, и после экзамена дойти. Такие-то доктора. Потому что, блин, я уже запекалась с ежедневными гостями, и меня это уже напрягает. Но, в целом, в целом, оно уже сидит неплохо. Чему я очень рада. Прям очень-очень рада. Два года я не могла вернуть. Ну, то есть, вот как тогда я похудела, да, и может посмотреть по моим видосам. Так вот два года я не могла вернуться вот в эту форму, которая была у меня до поездки в Россию, где я добрала три килограмма, и потом они только набирались. Либо держались, либо набирались, но никак не уходили. И сейчас, слава богу, вот я начинаю возвращаться в тот ресурс, в то тело, а то, ну, конечно, у меня цель, чтобы оно стало лучше, потому что и держаться уже, держаться. К чёрту, карбонара. Я вчера поднимала, что карбонара, это уже всё не моё. У меня желудок уже не переносит, несмотря на то, что я люблю такое всё. Сырное, жирненькое, но как и сыр уже не моё, так и карбонара. Вот так, ребятки, сколько времени? 15 минут у меня ещё есть. Так и карбонара, видимо, уже всё. Всё. Всё, моё вот это вот ПП-шное питание с конца 2020 года периодичным нарушением дают о себе знать, потому что после карбонара уже прям тяжело. Вот салат, мясо и чуть-чуть прям углеводов после сладкого тяжело. Ребята, я тут съела, я не съела даже ложку, я облизала ложку, делала ребёнку блинчик со сгущёнкой, облизала ложку, и мне было так плохо. Я три часа, пока он был в садике, я провалялась с животом, потому что мне было вот от этого передоза сахара и, видимо, вот этого сгущённого молока, я не знаю, но мне в общем не было плохо, потому что ничего другого из запрещёнки. на тот момент я не съела. Сгущёночка очень вкусная, видимо, была просто очень сильная концентрация на практически пустой желудок. Вот, надо придумать что-то ещё садить. Луису очень нравится это обмятное платье, он мне тут пару дней назад просил его одеть. Самое интересное, что он так, он так искренне радуется и удивляется, когда я одеваться власть, он такой, мама, вау, кремовое тут на днях, сейчас там фотографии примеряла. Эталонное моё тут кремовое платье. И он такой, мама, кремовое, вау, минут 10, наверное, стоял возле платья, щупал его и восхищался. А потом пошёл в шкаф и говорит, мама, а это? И вот мертвое платье показывал, что он может одеть его. Посмотрю сейчас, посмотрю. У меня, конечно, были варианты там успеть выгулять ещё парочку зимних платьев, которые уже вот на следующей неделе у нас будет 20 градусов и уже будет не одеть, соответственно, останется только на следующий сезон уже. Ну всё, завтрак собрала, точнее, ланч лысу. Сама тоже собралась, в итоге одела мертвое платье, потому что в последний момент я такая начала быстро суетиться, суетиться, поняла, что там урок не час, а 40 минут. Ну, думаю, ну ладно, пока не оденуся, пока они до паркинга дойдут, потому что у нас сегодня в церкви проходит урок. пока не то, всё, я, короче, быстрее, быстрее, быстрее начала собираться, одела сапоги, взяла сегодня большую сумку фурла, потому что нужно было закинуть, на всякий случай, несколько телефонов, проверила крем солнцезащитный, и вот, всё, всё, наконец-таки эти сапоги спокойно застёгиваются, даже сползают вниз, чему я тоже очень-очень рада. Нельзя, ребят, так запускать, у меня сегодня платьишко от Тани Корначовой, моя любимая мятная весенняя, уже его, я не знаю, в каком, пятнадцатом, наверное, году у него коллекция-то была, причём, в основном, они были чуть подлиннее, я думала, что она будет длиннее, моя длина всё-таки подлиннее, но так вот, девочка-девочка. Вот, есть, конечно, ещё к чему стремиться, но так себя запускать нельзя, конечно, нельзя, я не знаю, сколько я, шестьдесят восемь весело, я даже не взвешивалась после Нового года, потому что изначально мне было очень-очень страшно. Вот, сейчас уже буду выходить на улицу, там у нас идёт дождик, письмо с ГАИМи так и не пришло, Артур чего пытался дозвониться, но так и не дозвонился. Для Лу, а что Лу? Лу вчера же получил посылку, позавчера, вчера тебе купальник пришёл, позавчера тебе кроссовки пришли, бля, поцарапнул свою, поцелочку любимую. Лусь, ну не надо там, малыш, ломать, пожалуйста. поклажан. Поклажан. Пой, а синий. Пой, а синий. ты пока все не съешь не успокоишься пока все не съешь не успокоишься папа и попу гости хотим попу гости да только твой все закончилось закончились последние конфетки аккуратно помыл ручки в фонтане вот этот центр магдана что мы же гуляем это на ручки просишься не там как это чистая да ну сейчас покушаем пойдем в машину обратно желтая машина где у тебя желтая машина дома а и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok